Всем привет, ребят! Сегодня мы прогуливаемся по окрестностям тут, где мы пока живем, в Польше, и хотела немножко вам рассказать про польский язык. Надеюсь, вам будет интересно такая тема, потому что много украинцев сейчас в Польше. И, в общем, хочу рассказать, как я немножко учу язык. Честно говоря, он идет как-то сложнее, чем я думала. То, что его мы понимаем, в принципе, это очень хорошо, практически все понятно, но теперь сложность состоит в том, чтобы разговаривать. Потому что сложное все-таки произношение, даже если это очень подобный язык к нашему, то есть к украинскому, к русскому, но все равно есть свои какие-то нюансы. Хочу просто рассказать, как я пытаюсь учить польский язык и что мне кажется таким более-менее важным. Много я слышала о том, что не нужно учить сразу алфавит, и я его не учила. Но, возможно, это неправильно. Это просто как бы, чтобы быстро выучить язык. То, что важно, именно те слова, словосочетания, которые вам понадобятся просто в разговоре. В общем, я, конечно же, учу по видео в YouTube. Разные там нахожу. И хочу посоветовать девчонке, ребят, если учите язык, мне кажется, понятнее будет учить не истинного носителя языка польского. Потому что есть много уроков, где именно поляки разговаривают. Возможно, да, ребята, они правильнее разговаривают, но нам будет слышно и понятнее, мне кажется. Именно если, допустим, человек разговаривает на русском языке, и он просто учит польском языку. Не ругайте меня, если вы думаете по-другому, потому что, возможно, это тоже правильно. То есть, чтобы было проще, мне кажется, начать лучше именно смотреть и учиться у человека, который разговаривает сам на русском и сам выучил польский. Потому что там понятнее то, что он говорит. Вот окончания в польском языке очень много, вот они как размываются. Вот нам они непонятны, не слышны, непонятны. А вот если человек говорит русскоговорящий по-польски, там эти окончания больше слышны, более понятны. То есть вы легче, быстрее научитесь языку, мне кажется. Ссылки я тоже давать не буду, потому что там очень много разных уроков. Я не могу сказать, что что-то мне просто супер понравилось. Просто берете и находите любой самоучитель, там, либо кто-то будет что-то там рассказывать. В принципе, есть там много интересных, кстати, таких уроков, типа проверьте свой язык. То есть там даются какие-то предложения на польском, на русском. Вы должны их перевести на польский. То есть это очень интересно, типа знаете ли вы язык на Б1, по-моему, или А1, ребят, не помню. По-моему, Б1. Вот. И, короче, из 30 предложений мне удалось перевести, возможно, не точно, но практически так же, как нужно, 15. Это меня очень порадовало, конечно. Ладно, два предложения там еще можно туда-сюда. Но вот примерно 15, мне это очень порадовало, конечно. Но разговаривать по-польски очень сложно. И мне кажется, вот именно, ну, конечно, в Ютубе, в Ютубе можно еще что-то для себя узнать. Но, наверное, очень хорошо бы было ходить на курсы или что-то вроде того. Но я уже рассказывала, мы живем за городом, и очень сложно добираться. И, ну, пока это не сильно удобно. Вот, наверное, все-таки на курсах было бы быстрее и понятнее. Но для того, чтобы просто общаться с поляками, чтобы они вас понимали, чтобы, можно, какие-то элементарные вещи там рассказывать, говорить, купиться в магазине, что-то спросить. Мне кажется, тоже достаточно полезно. Просто уроки какие-то в Ютубе. И повторюсь еще раз. Именно если человек русскоговорящий, он очень четко будет говорить. И окончание, и вот сам разговор, слова. Мне кажется, вот это очень полезно. Ребята, особо учить вас в польском языке, конечно, не буду. Может, просто такие подскажечки, которые, мне кажется, могут быть полезными. Могут как-то помочь, что-то подсказать. И еще хочу сказать... В общем, прикольно. Придумала, короче, сама фразу, предложение. И, надеюсь, она правильная. Если неправильная, поправьте меня в комментариях. Я знаю, что смотрят видео и поляки. Большой вам привет. Большое спасибо. И вот такое вот я придумала. Почему-то не знаю. Такие два предложения. Сейчас надо их вспомнить. Это навеяло, конечно, наверное, вся ситуация, которая сейчас происходит. И ты уже не знаешь, что с этим делать. Потому что нервы реально не выдерживают. И вот такое вот предложение. Ну, то есть я не знаю, что будет завтра утром. Буду делать то, что хочу. Уже вот такие вот странные мысли. Пишите в комментариях, ребят. Если вы знаете какие-то хорошие уроки, которые вам нравятся. Либо вы как-то по-другому выучили быстро польский язык. Тоже очень буду вам благодарна. Потому что я еще не нашла такого чего-то идеального. Каких-то уроков. Каких-то преподавателей. Каких-то именно... Даже не знаю, как сказать. Супер-учителей. Вот. Ну, просто пока есть такие видео, которые интересно посмотреть. Интересно сделать какие-то там, типа, как проверьте себя. Какие-то тесты. И просто послушать язык. И чему-то поучиться. Вот. Вот такое было видео. Пишите, если вам интересно про польский язык. Будем что-то думать. Может, как-то вместе будем учить польский. Мне кажется, это тоже будет очень полезно. Вот. Такое было видео. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.